К своему первому шествию в ряда бессмертного полка Хамзат Дахкильгов подготовился заранее. Украсил снимок ветерана рамкой и узнал весь его военный путь. Полному жизни парню Султану Оксагову было всего 20, когда он ушел добровольцем на фронт. Был старшим из шестерых детей в семье. Пол, которым он служил, находился в Турской области, Подмосковье и Лархагинской области. В 1942 году на войне у него было несколько ранений. В 1944 году Султану, маме Султана, было отправлено письмо, где было написано, что его сын героически умер на войне Архангельской области, защищая Родину. Поучаствовать в шествии мальчику предложил его тренер по вольной борьбе Микаил Оксагов. Он не раз рассказывал подопечному, что в спорте равняться нужно не только на чемпионов, но и тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее своих потомков, солдат Великой Отечественной. Фремьер всегда приводил своего дядю, потому и неудивительно, что юный воспитанник захотел украсить шествие еще одним портретом. Для мальчика он тоже теперь герой, на которого нужно равняться. Мы в этом году первые участвуем в бессмертном полке. Думаю, хорошо пройдет у нас. И в следующем году будем поддерживать, участвовать в этом полке. Даже ветераны Великой Отечественной войны – это непростые люди. Они свою жизнь отдали, чтобы мы жили спокойно, чтобы мы жили, радовались. Бессмертный полк – масштабная акция, охватывающая всю страну. Из-за пандемии она не состояла в День Победы, точнее прошла в онлайн-формате. Но 26 июля сотни и тысячи советских солдат вновь соберутся в одном стране. Впервые в их ряду появится и Осман Горокоев. Его портрет понесет внучка – Романа. Дедушку в живых она не застала, знает о нем лишь из рассказов отца. В 41-м году после армии он шел на войну и прошел весь фронт. Он был отмечен наградой – медаль за отвагу и за оборону Ленинграда. Он был мудрым и уважаемым человеком. А на встречании родственники, соседи отзывались о нем очень хорошо. А также с ним был его брат Горокоев Мамат Кирисова-Бекович. Он не вернулся с войны и считается пропавшим без вести. Акция «Бессмертный полк» еще раз дает возможность сказать спасибо нашим родным и близким, шедшим в бой. Не зная, что несет им грядущий день и настанет ли он вообще. Но благодаря им нынешнее поколение смотрит мирное будущее с уверенностью. Дана Плеева, Ахмед Гондаров, Новости 24.